золотые ворота сан-франциско это один из самых известных и узнаваемых мостов и символов америки золотые ворота видел хотя бы раз каждый в одном из американских фильмов или сериалов этот мост мелькал на заставке сериала зачарованные а также появлялся таких фильмах как люди x восстание планеты обезьян тихоокеанский рубеж и многие другие название мосту дали благодаря одноименному проливу на котором он и построен построен мост в стиле арт-деко который был популярен с середины двадцатых по сороковые годы двадцатого века для окраски моста выбрали красный цвет хотя изначально предлагалось покрасить его в черно-желтый чтобы он был особо ярким джозеф штраус главный инженер настоял на том чтобы в качестве защиты строителей под мостом растянули сетку она в итоге спасла жизни 19 рабочих которые впоследствии организовали клуб под названием на полпути в ад кстати если вам интересен город сан-франциско и сам этот мост смотрите мое видео на канале ссылочку я прикреплю в описании к данному ролику русский мост владивосток раньше для того чтобы попасть на остров русский в километре от владивостока необходимо было использовать паром что было не очень удобно в 2012 году произошло долгожданное открытие русского моста уже в период строительства моста удалось заполучить некоторые рекордные места по длине и руслового пролета среди вантовых мостов всего мира он занимал первое место с длиной в 1104 метра а сейчас списке самых высоких мостов мира русский расположился на второй строчке уступая виадуку мио во франции общая протяженность конструкции включая эстакады составляет 3100 метров длина непосредственно моста 1885 метров и 53 сантиметра 29 августа 2012 года сооружение с честью прошло проверку на прочность устояв под разрушительным напором тихоокеанского тайфуна булавин несмотря на то что мост достаточно молодой его уже можно найти на одной из русских купюр номиналом 2000 рублей тауэрский мост лондон тауэрский мост символ лондона возвышающийся над рекой темза его строительство продолжалось 8 лет с 1886 по 1894 над ним трудилось 432 строителя обошелся он государству в один миллион на 184 тысячи фунтов чтобы возвести на нем башни и пешеходной галереи потребовалось 11 тысяч тонн стали галереи однако закрыли в 1910 году так как они стали пользоваться дурной славой из-за мошенников карманников которые нередко вылавливали там своих жертв так как мост является самым узнаваемым в лондоне и вероятно в англии вообще его нередко называют лондонским мостом что является ошибкой лондонский мост уже существует и находится вверху по течению реки 1968 году даже случился один казус связанный с путаницей мостов роберт маккалах бизнесмен из америки приобрел лондонский мост когда тот был под снос ошибочно приняв его за тауэрский однако мост все равно был перевезен и установлен в лейк авасу сити а сделка обошлась американскому нефтянику в девять с половиной миллионов долларов бруклинский мост нью-йорк еще в 1860-х годах создатели моста были уверены что это будет особенный мост одно из величайших произведений истории символизирующие новую эпоху так оно и случилось планах это был самый большой подвесной мост в мире и пример великой инженерной работы того времени мост хранит большое количество тайн в одной из арок из камня под главным входом на мост есть бункер где находится лекарство бумажные одеяла и 352 пачки сухарей убежище было обнаружено случайно в 2006 году во время открытия моста было предложено устроить парад слонов дабы доказать прочность моста сперва власти отвергли это предложение но после случая с паникой и давкой которые произошли на мосту пересмотрели свое решение и в итоге мост пересекли 21 слон и 17 верблюдов октавио фриус де оливьера сан-пауло бразилия мост открытый 2008 году состоит из двух магистралей которые проходят через реку пинейрос и пересекают друг друга образуя букву x располагаются они на высоте 12 и 24 метра это самый длинный изогнутый подвесной мост в мире длина его составляет 290 метров свое название мост получил в честь одного из общественных деятелей издателя одной из местных газет позже жители стали называть мост просто оливьер а иногда и понта из тайда что с португальского переводится как подвесной мост мост набжен оригинальной подсветкой меняющейся в зависимости от времени года или праздничных событий города понтевеккио флоренция италия понтевеккио самый старый мост флоренции о чем и говорит его название которое дословно переводится как раз старый мост это единственный мост города сохранивший свой первоначальный облик а ведь построен он был еще в 1345 году существует легенда что термин банкротства зародилась именно здесь когда торговцы на понтевеккио разорялись приходила городская стража и ломала его прилавок прилавок по-итальянски банку а ломать ротто банкротство отсюда и термин кстати в самом мосту располагается не только лавки торговцев но и даже жилые дома мост также называют золотым связано это с тем что в 16 веке большинство торговых лавок на мосту являлись ювелирными магазинчиками мост александра 3 париж франция первый камень моста возведенного в честь укрепления дипломатического союза франции и россии был заложен российским императором николаем вторым мост воплотил в себе различные архитектурные стили среди которых и ампиры и нео-готика а также базар что в переводе с французского означает изящные искусства с одной стороны мост украшает фигура нимфы сены и герб франции а с другой нимфа не вы и герб россии моста есть по-братим который находится в санкт-петербурге это троицкий мост в церемонии его закладки принимал участие феликс фор президент франции четыре столба расположенных по двое на входе и выходе с моста символизирует промышленность науку искусство и войну у подножия этих пилонов находятся женские аллегории четырех великих эпох франции эпоха карла великого возрождения людовика 14 и современности яду к мию кресель франция это самый высокий мост в мире высота его самой верхней точки составляет триста сорок метров в честь открытия моста была выпущена почтовая марка мост был открыт в 2004 году и с тех пор успел несколько раз попасть в книгу рекордов гиннесса 2 опора моста признана самой высокой в мире 245 метров конструкция опора и пилон также является самой высокой в мире совокупная высота 343 метра самая высокая автодорожное полотно над землей 270 метров кожи этот рекорд побили другие мосты мост имеет три максимальные звезды присужденные в 2018 году michelin green guide что аналогично мишленовским ресторанным звездам но в области достопримечательностей карлов мост прага чехия по легенде мост который был создан еще в 14 веке является таким крепким благодаря яйцам вину и молоку которые были добавлены в соединяющий камни раствор так как в те времена прага не могла похвастаться богатыми запасами данных продуктов собирали их по всей стране кто-то из жителей подарил мосту даже творог мост не всегда был пешеходным когда это через него проходила железная дорога вагоны которые тянули лошади через какое-то время лошади сменились на электрический трамвай карлов мост не всегда носил такое название сперва он был пражским а карловым стал позже в честь карла 4 своего основателя живой корневой мост черапунжи индия мост из настоящих корней живых деревьев в индии один из примеров арба архитектуры ботаническая архитектура и которая предлагает использование живых растений в качестве основ строительных конструкций в этих краях живут племена кассии которые и передают из поколения в поколение навыки такого строительства деревья из которых состоят эти мосты фикусы они же вечно зеленые растения с довольно гибкими корнями за счет чего в том числе и удаются такие шедевры часть этих корней постепенно нагибают в разные стороны от реки а затем ждут когда они станут достаточно длинными чтобы зацепиться друг за друга на сооружение одного такого моста уходит около 15 лет если вам понравилось данное видео не забудьте поставить ему лайк и подписывайтесь на наш канал если еще не сделали этого и не забывайте заходить к нам на канал о международном образовании с maps education на линк в описании к данному ролику а